Приветствую вас в таком вопросе, как у вас, где нет какой-то вот такой, знаете, четкой проблемы. Я бы сказал, что есть несколько вопросов. Вопросы достаточно разноплановые и нельзя ответить, вот так вот, знаете, в одном ключе на вопрос. Поэтому давайте мы пойдем по порядку с вами, и я буду, как бы, читать ваши сообщения и разбирать каждое, вот, и, ну, по сути, каждое ваше предложение. Значит, вы пишите, как отпустить противоотношения при вязке, как подставили программу на светлое будущее. Ну, во-первых, отпустить просто отношения, значит, отпустить обиды. Про обиды вы говорите, в принципе, да, чтобы отпустить обиды, нужно понять людей. Они отчество ими двигало, и понять, что это было направлено не на вас, это направлено на не самих. Люди, когда причиняют боль другим, они таким образом реализуют свои внутренние конфликты, свои внутренние дефицитные какие-то триггеры. Вообще, вот, кто может причинить зло и боль другому человеку? Ну, как минимум, это несчастный человек, потому что счастливый человек, который находится в гармонии, он никому зла не причинит, ему это просто не нужно. А вот несчастные люди, которые не обладают достаточной степенью волевой регуляции и осознания, они кратки и причиняют эту самую обиду и боль. Вот, вы пишете, что вам подальше Альфонсо. Альфонсо, как те самые, наверное, предлицы, о которых вы говорите, Альфонсо, они ведь тоже как-то пришли к тому, что делают. И они тоже не в восторге, на самом деле, в глубине души от того, что они делают. Потому что это нестабильность, потому что это поверхностность, потому что они так пытаются ему утвердиться. Вот и давайте подумаем, почему они пытаются ему утвердиться. Зачем им это? Ну, наверное, из-за того, что они в себе не уверены. Где-то там, в глубине души в себе не уверены. Дальше, это вот то, что можно сказать по первой проблеме. То есть нужно разобрать причины поведения тех мужчин, которые вам причинили обиду. Из ошибок нужно извлечь опыт и обогатить себя, обогатить, повысить круговор, стать более развитой, чтобы таких ошибок больше не повторять. Это момент очень и очень важный. Дальше. Значит, далее вы пишите про комплексы, что вы развили себе комплексы. Опять-таки, у комплексов есть, ну, как минимум, три объяснения, три понимания комплексов. И одно из них гласит, что это не выраженное переживание. То есть вот у вас было какое-то достаточно серьезное потрясение. Например, когда вы расставались с мужчинами. И вы не реализовывали эти переживания, не выражали их. В результате они у вас оставались. И из-за того, что они у вас оставались, они не находили выхода. И постепенно они как раз таки формировали и влияли на ваше поведение. На вашу оценку себя. На то, как вы себя воспринимаете теперь. Что сказать, это очень плохо. Все невыраженные переживания нужно выразить. Людей их приговорить. Потому что, когда вы их выращаете, вы придаёте им реалистичность. А когда вы придаёте переживаниям реалистичность, на них проще смотреть. У них нет эмоциональной оградки, нет преувеличения. Они, напротив, кажутся не такими уж страшными, когда о них говорят. Это первое. Второе. У комплекса есть и более сложное определение. Я не буду вас сейчас этим мучить, не буду вас этим загружать. Но, тем не менее, хочу сказать, что неправильное понимание того или иного явления, отсутствие правильного понятия, истинного понятия, и оперирование понятиями случайными, приводит также к комплексу. Ну вот, например, в вашем случае, это то, что вы всегда были полненькой, как вы говорите, полненькой. И ваша связь, вашей волноты с тем, что у вас нет хороших отношений. На самом деле, если вы полненькой, это как минимум привлекает некоторых мужчин. Потому что, как раз таки, есть такие мужчины, которым не нравятся, ну, худые женщины. Такое, в принципе, бывает очень часто. И если вы сможете дать мужчине понять, что вот его желание, его потребности как мужчины будут удовлетворены, но только в том случае, если будут удовлетворены ваши потребности и желания, то мужчине будет все равно, какая вы там. Ему главное, что вы можете дать ему то, что ему нужно, как мужчине, если это серьезный человек. Дальше, значит, следующее, что вы пишете, как поставить себе программу на счастливое будущее. Ну, вы сами знаете, я бы позволил себе здесь такое высказывание, что программировать роботов, человеку все-таки программировать, но в этом мы не будем. Для того, чтобы программу на счастливое будущее нужно вам, во-первых, понять. Что вот эта вот наша хочу семью и детей чем-то обусловлена. Чем-то обусловлена. То есть вы не хотите просто встречаться с мужчиной. Вы не хотите строить отношения с ним. По крайней мере, сейчас. Вы хотите именно свадьбу, вы хотите именно семью, вы хотите именно детей. Вопрос. Для чего вы здесь этого не говорите, кроме того, что у вас биологические часы тикают? Ну, простите. Биологические часы тикают, только в каком контексте? В контексте, наверное, детей. То есть вы, наверное, боитесь, что вот не сможете родить, не сможете, ну, как бы, воспроизвести ребенка. Ну, забеременеть не так-то уж и сложно, на самом деле. И семью, в принципе, тоже несложно завести. Расчеты семьи можно создать. Другое дело, будете ли счастливы вы в такой семье, и будет ли счастлив ваш ребенок, опять-таки в такой семье. Поэтому давайте мы для начала, для начала скажем так, что и 30 лет, и 35 лет, и 40 лет для материнства не предел. Давайте скажем так, что если у вас есть проблемы с здоровьем, то вы можете воспользоваться другими средствами, способами развести ребенка. И их достаточно, перечислять их не будет. Но для того, чтобы у вас была семья, нужно построить отношения с мужчиной, не рассчитывая изначально на семью, и чтобы у вас были дети, нужно построить семью, не рассчитывая изначально на детей. То есть и семья, и дети выступают как саму цель. И мужчина изначально, кто у них выступает как самоцель. То есть сперва самоцелью, конечной целью выступает мужчина, отношения с ним, даже не любовные, а простые отношения. Когда эта цель, в принципе, достигнута, вы, естественно, ставите другую цель, семью. Когда эта цель достигнута, вы ставите следующую цель детей. Всё. А пока вы хотите именно семью и детей абстрактно, в абстрактном смысле, в идеализированном смысле, ну, вам будет сложно построить отношения с мужчиной. Потому что мужчин вы тоже будете подбирать абстрактно, идеально, идеализированно. Вот этого делать, пожалуй, не стоит. Потому что, ну, сами видите, не очень так хорошо получается у вас всё. В принципе, это то, что можно сказать по поводу семьи и детей. И, надеюсь, вы мою мысль поняли. То есть, да, понятно, что у вас геологические часы текуты. Да, понятно, что вам хочется дамусть. Да, понятно, что вам хочется детей. Но мужчина совершенно не обязан вас вам это всё давать. Особенно, если вы, как бы, предоставляете ему возможность почувствовать, что вы именно к этому стремитесь. То есть, многим мужчинам, в принципе, не нравится, когда с ним сразу начинают, там, говорить о браке, или намекать, или что-то ещё. Мужчины – это что свободолюбивое. И мужчине хочется, чтобы он сам, мужчина, пришёл к тому, чтобы, вот, сделать предложение, чтобы завести ребёнка и так далее. Ну, да, можно его на это направить, но уже, когда пройдёт какое-то время. И, в общем, сообщение, по крайней мере, из того, что вы написали здесь. Мне кажется, что вы семье и детям отдаете слишком много отношений в своей жизни. Причём, без мужчины. Это всегда предложение. Какая семья без мужчины, и какие дети без мужчин. Если у вас нет рядом с вами мужчины, то задают, что вы не можете сходить в семью. Потому что мужчины нет. Потому что у вас нет друзей, нет, и не может быть представлений о семье и о детях, пока рядом с вами нет мужчин. А если такие представления есть, то вы волей-неволей под них пытаетесь подстроить и мужчин. Что, в итоге, не очень хорошо отказывается на ваших отношениях. Надеюсь, вот эту мысль я смог до вас донести. Дальше. Нет у вас веры в светлое будущее. Вы знаете, вера, она требуется в Бога, если вы верующий человек. А в светлое будущее верить не надо, на самом деле. Нужно просто взять и сделать это будущее. Для этого нужно организовать свою деятельность. И организовать свою деятельность. Правильно. Правильно. Хочешь работать? Ну, вот коллега, на момент записи этого ответа у вас только один ответ был еще. Игорь Леонидович сказал, что не в работе ваше дело, не в работе проблемы. Лично я так не считаю, я думаю, что, может быть, вам следует больше отдыхать от работы, может быть, вам следует больше развлекаться, может быть, вам следует больше освещать время на себе, больше уделять внимание развлечениям и так далее, чтобы все-таки вы были менее серьезными. Потому что, ну, действительно, мужчины могут испытывать негативные эмоции, когда видят слишком серьезную женщину и кажется, что она неприступна. Вот. Значит, дальше. Вы пишете, что в интернете вам знакомиться надоело. А вы знаете, действительно, в интернете лучше не знакомиться, потому что там очень специфичные конфиденции находятся. Люди там, как правило, хотят точно одного, это знакомство ради знакомства, и, как правило, ничего общего с этим людьми другого нет. То есть, да, конечно, бывают исключения из правил. Да, попадается такое, что люди как-то находят друг друга, но это достаточно редко и можно очень долго искать. Примеров таких лично у меня довольно много. Вам нужно понять, что с людьми вам лучше всего ознакомиться не через это знакомство, а через свою деятельность. Через то, чем вы занимаетесь. Через ваши увлечения, через ваше свободное время и так далее. Вот это как раз вам и нужно делать. Предположим, что на работе вам не вариант знакомиться с кем бы то ни было. Предположим, что на работе вы не можете ни с кем познакомиться. Предположим, что вам там неудобно. Предположим, как-то еще, да, что, ну, не очень комфортно. Хорошо. Значит, тогда нужно вам делать следующее. Вам нужно понять, чего вы сами хотите для себя. Что вам нравится, что вас привлекает, привлекает. На что бы вы тратили свое время, тратили там, я не знаю, свои дни и так далее. И вот в этом, то есть хобби, по сути, по сути дела, хобби, вам нужно хобби, которым бы вы занимались. И это хобби могло бы вам помочь встретить других людей, новых людей, которые бы как раз таки дали бы вам то, что вам нужно. Это для начала общение и разделение ваших интересов. И вот на основании этого как раз, на основании вот этих самых интересов, вы бы и строили с людьми отношения. И на основании этих взглядов и интересов, вы бы и взаимодействовали бы с ними. Вот понимаете, о чем идет речь сейчас? Нельзя просто брать и познакомиться с мужчинами, да, ради того, чтобы именно познакомиться, ради того, чтобы именно, ну, как бы, провести отношения. Нужно, чтобы у вас было что-то общее, общее что-то для начала. Общее будет, можете выстраивать отношения. Можете выстраивать связь. Можете как-то формировать эти самые отношения. Вот именно так вам и нужно поступать. Ну, а комплексы, которые у вас имеют место быть, их нужно разбирать. Возможно, действительно у вас детско-родительские отношения влияют на то, что вы вот так себя ведете. Возможно, что-то еще. Я бы так вот однозначно говорить бы не стал. Все-таки нужно с вами поработать, нужно вас узнать, чтобы понять, что же все-таки влияет на ваше поведение. Пока, пока, я думаю, что мы сможем сказать именно так. Пока, я думаю, этого достаточно. Так получилось достаточно много. А вам, вам всего этого, вот. Я думаю, что на данный момент этого хватит. Если вам понравился мой ответ, если вы хотели бы поработать еще, то пишите в личку, помогу вам с радостью. Если вам понравился мой ответ, также верите в его, пожалуйста, лучшим. Буду благодарен. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.